Кокшетау необходимо засеять газоном. Климат в северном Казахстане довольно суров. Это долгая зима, медленное наступление весны, короткое лето. В мае природа дарит нам самую красивую зелень. Молодая, сочная растительность радует глаз. Однако, очень быстро траву приходят скосить сотрудники кокшета-залык. Оправдывая свое название, они подчистую срезают зелень и нередко оставляют ее на том же месте. Изнурительное степное солнце быстро выжигает подрезанную траву, остаются маленькие желтые огрызки на плешивом пыльном грунте. Выхлопы от автомобилей тоже не способствуют появлению новой травы. Посмотрите, какая зелень была в городском парке 15 мая и какой она стала сейчас. Мы понимаем, что если траву не срезать, она быстро зарастет. В таком случае необходимо просто засеивать как можно больше территорий газоном, культурной травой, рост которой легко контролируется. Газон – это не просто элемент декора и ландшафтного дизайна, но и неоспоримый помощник выздоровления человека. Газонная трава активно поглощает все виды шума, создавая успокаивающий эффект для нервной системы человека. Газон очищает воздух, вбирая из него вредные испарения и пылевые частицы. Те газоны, что раньше были в городе и радовали глаз, теперь засохли, поскольку их нужно засеивать каждые несколько лет. Мы не верим, что как штатцы безразличны к озеленению города. Вот, к примеру, отрывки истории, с которой записала наша землячка совсем недавно в столице. Там ситуация такая же. Кто-то фотографировался и все помял, это волшебно. Ее скосят, придут эти дурачки с этими косилками и скосят эту прелесть. Огромная шапка. Господи, не умейте сажать цветы. Не трогайте хотя бы те, которые вырастают сорняками. Не косите траву. Это их... ...растут. Я обожаю это разнотравие. Если вот так идти и наблюдать, то миллион цветов, миллион оттенков, фактур, размеров. Но почему-то у нас предпочтительнее все это скосить, чтобы выгорело и просто было желтые вот такие огрызки торчали. Не знаю, что это зов джунглей, зачем это делают. И вот так, когда красиво, им не нравится. А, всю набережную там скосили, она выгорела на солнце и... И хорошо, вот так лежать на травке и любоваться разнотравием. А это же еще все имеет запах. У нас не положено так. Все, они так пахнут. Вот те, что я уже обнимала. Их миллионы. Те уж, конечно, когда гуляешь, я рассматриваю каждую пробегу. Она по-своему прекрасна. И эта зелень создается ощущение свежего дыхания, какой-то жизни, энергии. Что здесь они хотят сказать? Я не знаю. Люди, которые живут в девяти месяцах зимы, мороза, серости, грязи, уродства, косят траву, которая максимум два месяца здесь стоит, зеленой. Tell me why. Why. Почему? Так, почему? Да? Ну, прелесть тоже. Ну, а свой оттенок. Ну, разве это не прелесть? Ну, прелесть, правда? А вот, какая прелесть, правда-правда. А вот, а совсем другой цвет. А они прекрасны, они волшебны. Редактор субтитров А.Семкин